Касым Амангельдин приехал в Петропавловск из Шимкента в 2018 году. Там он работал парикмахером. День принимал по 30-40 человек. Общий стаж его работы 13 лет. В 2020 году открыл свой первый барбершов в Петропавловске. Недавно второй, через несколько месяцев откроется и третий. В Петропавловске почти нет конкуренции и высокие цены, говорит Касым. Поэтому 6 лет назад его выбор пал именно на наш регион. После открытия, через месяц у нас карантин начался. Во время карантин, знаете, там работать нельзя было, все дома сидели. И вот изначально там трудности были небольшие. Но ничего страшного, мы сразу реализировали и начали работать дальше. Здесь конкуренции очень мало было. В основном одни девушки стригли. Женщины, взрослые женщины. А здесь там, как мы, молодые люди, которые парни не стригут. И поэтому я сюда приехал научить вас, как правильно стричь, как правильно ходить красивыми прическами. Помимо стрижки, у Касыма можно пройти обучение барбер с нуля или повысить свою квалификацию. Половина барберов города, признается Касым, обучалась у него. Сейчас в барбершопе работают 10 сотрудников, все студенты. В день к ним приходят порядка 10-15 человек. Махжан Амангельдин тоже переехал в Петропавловск совсем недавно. Отмечают, что здесь качество уделяет большее внимание, нежели в других регионах страны. Я приехал из Актабе месяц назад. Сейчас обучаюсь и работаю в барбершопе. Мне кажется, что на севере страны больше ценят качество нашей работы. И Касым очень хороший учитель. Понятно объясняет, помогает где-то. В общем, выполняет свою работу качественно. Зарплата тоже высокая. Здесь мы получаем от 400 до 500 тысяч тенге. Сначала было тяжело привыкнуть к новому городу, к новым людям. Но я понемногу привыкаю. Будем и дальше развивать свою сферу в северо-казахстанской области. Через несколько лет Касым Амангельдин планирует открыть барбершопы в Астане и Алматы. Стоит отметить, что в этом году предприниматель принял участие в конкурсе среди барберов, который проходил в столице. По итогам конкурса занял первое место и отправился в Турцию, где удостоился второго места. Валерий Асиваш, Ильни Асиманов, МТРК.